Муравленковские олимпийцы успешно выступили в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. В их копилке четыре призовых места. Призерами стали три лицеистки и девятиклассницы четвертой школы. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников стартовал 11 января во всех регионах. На Ямале интеллектуальные состязания проходили по 22 предметам. В итоге лучшими знатоками литературы стали сразу три лицеистки. Среди призеров Полина Логашова. Это был очень длительный процесс и важно было подготовиться. Несмотря на праздники, мы пытались уделять как можно больше времени подготовке, чтобы достичь хорошего результата. Олимпиадные задания разделены на несколько модулей. Один из них особенно любим участниками Олимпиады. Это творческое задание. Вероника Лотарева успешно с ним справилась и говорит, что это ей поможет в будущем. Ведь девушка выбрала творческую профессию – международная журналистика. Самым интересным всегда является творческое задание, потому что это наше воображение, наша фантазия, наше видение, наше мнение по поводу каких-то заданий. И для меня это намного интереснее, чем анализы произведений. Дойти и победить в региональном этапе Всероссийской Олимпиады могут только самые способные, творческие и талантливые ученики. Полина Хохрина планирует связать свою жизнь с музыкой. Она охотно делится секретами выполнения заданий. Я думаю, что никакого особого секрета нет, но просто нужно максимально вникнуть в суть самого задания и творчески подойти к делу. Качественно подготовить школьников к такому серьезному испытанию может только настоящий профессионал своего дела. Наталья Юрьева – преподаватель русского языка и литературы с 30-летним стажем. Педагог подчеркивает, что для любого ученика важно участвовать в Олимпиадах разного уровня. Это возможность оценить свои силы перед поступлением в ВУЗ. А задача учителя – заинтересовать ученика. «Заинтересовать, прежде всего, заинтересовать художественным словом. Художественное слово, тексты, они тоже должны давать, брать и вести за собой. И эти дети, наверное, должны это увидеть. Они должны полюбить каждое слово, потому что каждое слово в художественном тексте – это смыслы, огромное количество смыслов. Этому научить, заинтересовать, наверное, и есть та особенность – любовь к художественному слову». Успех трех своих учениц классный руководитель Любовь Яровенко расценивает как результат их кропотливой работы на протяжении всего времени обучения в школе. В качестве награды девушки получат грантовую поддержку от губернатора. Но все-таки главное, говорит Любовь Яровенко, это то, что теперь они точно знают, чем хотят заниматься в жизни. Прежде всего для того, чтобы свой уровень определить. Это очень важно, это такая очень объективная и хорошая оценка собственных способностей. И потом для того, чтобы такой образ себя сложить с одной стороны. С другой стороны, чтобы определиться с выбором будущей профессии и понять, это вообще твое, то есть это то, чем ты хочешь заниматься. Впереди у школьников города Олимпиады еще по пяти дисциплинам. Общество знаний, экологию, математику и право ребята будут сдавать в многопрофильном лицее. А испытания по физической культуре пройдут в Новом Уренгое. Татьяна Максимова, Антон Иванов, Новости Муравленко.